МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для начала представлюсь. Меня зовут Володич Евгений. Я руководитель отдела коммерческих проектов компании «Промот». Прежде всего, хочу сказать вам спасибо за ваш интерес, за то, что вы строите и развиваете этот рынок интернет-маркетинга в Украине. Как раз этот рынок сейчас набирает обороты и развивается огромными темпами. Сегодняшняя тема, моя тема, пересекается серьезно со всеми темами, которые сегодня были представлены. Поэтому вопросов я вам задавать не буду по поводу сайтов. И так всем известно, что практически 90% из вас как-нибудь задействованы в продвижении сайта, в получении прибыли именно из интернета. Я сегодня вам расскажу о том, как получить больше прибыли с успешного проекта. Сейчас в Украине, я уверен, более 50 компаний, которые успешно могут продвинуть сайт в топ-10 поисковых систем. Есть еще огромная масса фрилансеров. Все это умеют делать, но что делать с проектом, если он успешен, если у него топовые позиции по всем ключевым словам. Некоторые, конечно же, подключают контекстную рекламу, многие заказывают юзабилити и так далее. Я вам расскажу, что можно делать средствами SEO для сайта, для уже успешного сайта. Итак, первое, это сейчас очень даже нашумевшая тематика, расширенные сниппеты. Сегодня также о них уже говорили не один раз. Расширенные сниппеты – это дополнительная информация в сниппетах поисковых систем. Допустим, доставка, цены, условия и так далее. Сейчас очень популярно развиваются также расширенные сниппеты, там, где есть отзывы, отзывы посетителей, либо покупателей, рейтинг. Практически, вы можете посмотреть, если в группе «Ком.юэй», задать продвижение сайтов, посмотреть первые 10 сайтов, что с ними происходит, очень интересные сниппеты. Все, что применяется сейчас на Западе, у нас уже тоже внедряется в расширенных сниппетах. Итак, что можно внедрять в расширенных сниппетах Google? Это, прежде всего, как я говорил, рейтинги, отзывы, рейтинги, отзывы и так далее. Еще очень популярно сейчас использование, можно так сказать, навороченных брэд-крамс, хлебных крошек. В них добавляют специальные символы, которые привлекают пользователей, чтобы пользователи больше кликают на ваш сниппет. Даже если вы находитесь на четвертой позиции, очень часто на ваш сайт переходят значительно больше пользователей, чем с той же самой третьей позиции. Это все зависит от того, какие вы символы выбрали для предоставления в хлебных крошках Google. Это все делается очень легко. Как уже сегодня говорили, есть чемпорт. Там все вписано, все рассказывается, как и что можно выглядеть в расширенные сниппетах. Также в Google можно предоставить информацию об авторах, о приложениях, о адресах, о ценах, о товарах и о рецептах. Конечно же, многие вещи сейчас у нас не работают. На Западе они только тестируются. У нас на некоторых сайтах в малом соотношении. Допустим, есть ребята очень умные, которые сейчас для интернет-магазинов используют расширенные сниппеты для рецептов. Используют расширенные сниппеты для рецептов. Они используют разметку, которая объясняет, как готовится этот рецепт, что там применяется, какие ингредиенты, но добавляют в картинки именно свои товары, как представлено на слайде. Также далее о расширенных сниппетах. Мы тестировали не на одном из наших проектов. И можно сказать, что в среднем эффективность и посещаемость при тех же позициях на ваш сайт в среднем растет на 5-7%. Но это больше действует для развлекательных и новостных тематик. Для сайтов коммерческих тематик люди не настолько эмоциональные, не настолько визуалы, и поэтому для них не всегда это работает. Также рецепт сейчас используется и в Яндексе, и буквально каждые несколько месяцев они добавляют различные возможности предоставления расширенной информации в поисковой системе. Допустим, совсем недавно они добавили возможность предоставлять информацию о зоомагазинах, о стоматологических клиниках. Что это дает посетителям, что это дает владельцам сайтов? Прежде всего, на ваш сайт приходит больше целевой аудитории. Человек уже сразу же может понять, что предоставляет ваш сайт. Если у вас есть сайт стоматологической клиники, вы сразу же в речь снимете, указываете, есть ли у вас детское отделение, какие у вас сцены, где вы находитесь. И человек уже осознанно переходит на ваш сайт, и, следовательно, уровень конверсии с таких посетителей значительно больше. У Яндекса сейчас более 30 различных возможностей добавления компаний. Многие еще не работают, такие как рецепты, да, очень тяжело найти сайт. Действительно, почему я здесь взял выбор именно из Яндекса, да, потому что очень тяжело пока здесь найти сайт, у которого это уже работает. Но одно сказать вам можно точно, что поисковые системы тоже очень серьезно и быстро развиваются вместе с нами. Да, они учат нас делать сайты значительно лучше, интереснее и полезнее для пользователей. И я вас уверяю, что это такие вещи, которые, в принципе, должны использовать все, потому что с обычного сайта с тысячей трафика при использовании расширенных сниппетов, различных тематик, в среднем можно получить дополнительно 5-10, иногда даже больше процентов посещаемости при тех же позициях. И я уверен, это нужно делать. Это я взял среднюю цифру по посещаемости. Медиа-контент в поиске. Тоже очень нашумевшая тематика. Прежде всего, я скажу, что не все сайты, не все даже крупные интернет-магазины используют продвижение изображений. Хотя это вещь, которую обязательно нужно использовать. Сейчас, каждый день, в интернете становится все больше визуалов. Не всех удовлетворяет текстовая строка, не всех она заставляет перейти на сайт. Многие люди хотят видеть то, что покупают, видеть и хотят получать эмоции. Поэтому я считаю, что если у вас есть что показать пользователям, то нужно обязательно продвигать изображение. Затраты, которые вы расходуете на то, чтобы оптимизировать изображение, они оккупятся буквально сразу же. Также поговорю о оптимизации видео. Сейчас вы видите, что по моделям, по интернет-магазинам очень многие пытаются продвигать видео. По коммерческим запросам, такие как мобильные телефоны, станки, оборудование и так далее, буквально через один запрос мы можем видеть в томе поисковой системе видео. Это делается сейчас совсем несложно. Довольно на ютубе залить видео, правильно его назвать, сделать правильное описание и иногда даже делать правильные комментарии с храждением этого ключевого слова. Что это может дать вам, если вы будете это делать? Прежде всего, переходы. Переходы и затем продажи. Я расскажу пример из одного из наших клиентов, сайт строительной тематики, строительное оборудование. В этой тематике не очень много трафика, поэтому что мы применили? Клиент предоставил нам видео, мы залили его на ютуб, правильно описали, сделали хорошее описание и ссылку в конце ролика. Что мы получили за 4 месяца? За 4 месяца на сайт перешло 500 посетителей, видео было просмотрено больше тысячи раз. И, следовательно, клиент получил 6 или 7 заказов. Это учитывая то, что видео было совсем пилотное, никакого профессионального монтажа и так далее. Я сразу же хочу сказать, это работает. Это нужно применять, это нужно применять, если у вас есть что показать пользователям. Это делается несложно и это работает. То же самое касается и продвижения изображений. Далее, новости. Также сейчас все больше и больше процентка исковых запросов у нас появляется в топ-10 именно новости. Конечно же, не на все можно придумать, не на все запросы, какую можно новость. Но добавиться в Google новости, в Яндекс новости на самом деле возможно, не так сложно. Но еще, что я хотел сказать про новости. Вы можете покупать и размещать информацию о вашем сайте, о ваших товарах на сайтах, которые уже зарегистрированы и индексируются поисковыми ботами, новостными поисковыми ботами Google и Яндекс. В любом случае, блок новостей Google и Яндекс, он получает свой трафик. И вы также можете получить этот трафик. В среднем, при использовании оптимизированных изображений, оптимизированного видео, вы можете получить 3-5% дополнительных к своему трафику. Контентная оптимизация. Это очень, на самом деле, широкая тема. На нее написано немало сейчас статей, немало презентаций. Но есть определенные вещи, которые я сразу же хочу сказать про контентную информацию. Пользователям не хватает информации, которая предоставлена на большинстве сайтов. Буквально недавно я пытался найти мобильный телефон в поиске. Из топ-10 я специально перешел на все 10 сайтов, и только два из них ответили на все мои вопросы. Если вы не отвечаете хотя бы на один вопрос пользователя возможного, то он просто закрывает ваш сайт и переходит к конкуренту. Очень многие сайты привлекают своей низкой ценой, но не всегда она нужна. Допустим, если меня интересуют характеристики какого-нибудь мобильного телефона, полные характеристики, я зашел на сайт с низкой ценой, но не увидел ответа на свой вопрос. Ничего страшного, что он стоит на 50-100 гривен дороже. Я куплю у конкурента, потому что он отвечает на мой вопрос. Поэтому можно сказать, что я призываю всех делать интернет обширнее, лучше, и чтобы информации было максимумом. Потому что никто никогда не знает, какой вопрос может возникнуть у вашего посетителя. Возможно, он хочет посмотреть больше изображений. Возможно, он хочет увидеть дополнительное видео, характеристики, загрузить гарантийный талон. Если вы этого не делаете, вы просто недозарабатываете свои деньги. Очень многие тратят много денег на то, чтобы попасть на первые позиции, но совсем не тратят деньги на то, чтобы убежать посетителей. Социальные сети – также нашумевший тренд. Сегодня очень много слышно про СММ. Это определенно нужно делать, но это, можно сказать, в моем докладе не так, как СММ. Просто социальными сетями нужно взаимодействовать обязательно. Пользователям нужно давать возможность высказать свое мнение. Пользователям нужно давать возможность поделиться информацией о вас. Иногда после покупки в интернет-магазине я хотел высказать свое мнение. В Твиттер я их не находил. В общем, так молча пользовался их товаром, но контакт не состоялся. Любой контакт – это видимость. Это видимость компании, это видимость бренда. И поэтому я думаю, что обязательно нужно позволять пользователям комментировать вашу информацию, комментировать ваши услуги. Если будут сильно плохие отзывы, это, конечно же, можно удалить. Ну, не все так делают. Но обязательно нужно предоставить возможность поделиться в социальных сетях, зарегистрировать группы ВКонтакте, Фейсбуке, всевозможные кнопки и комментарии. Сейчас на сайтах коммерческих тематик, допустим, банков, страховых компаний, ну, многих абсолютно нет возможности, ну, не предоставляют возможности рассказать о них. Ну, только кнопка «плюс один», либо же поделиться ВКонтакте. Но нигде нельзя оставить свой комментарий. Часто даже нет обратной связи. И это определенно нужно делать. Потому что часто на некоторых тематиках, особенно развлекательных, трафик в социальных сетях, если очень интересная новость, может достигать и 10% в день, в месяц может 2-3% добавляться к общему трафику. Форумы и тематические сайты. Я не зря включил эту тему, потому что часто даже наши клиенты обращаются после успешного продвижения. У нас все, в принципе, в топ-5-3, иногда даже бывает в топ-2. Практически все причины славаются. Клиенты некуда дальше развивать. Тематическое ядро невозможно расширять, потому что у него очень узкая тематика. И мы обратились к тому, как, собственно говоря, строился интернет 10-15 лет тому назад. Все взаимоотношения, все продажи, все общения происходило на форумах, тематических сайтах и порталах. И я уверяю вас, что они сейчас до сих пор не умерли. Они сейчас развиваются. И там очень много народу, которые, собственно говоря, среди них есть большое количество ваших клиентов. Сразу же расскажу на примере. Для одного из наших клиентов, у которого, в принципе, успешные позиции, все есть, пратик на уровне 400 человек, нужно было двигаться дальше, нужно было обеспечить динамику. Что мы сделали? Он занимается продажей строительного оборудования. Это в основном Чехия, Россия, Украина. Что мы сделали? Мы нашли 70 сайтов тематических, на которых, можно сказать, обитают потенциальные его клиенты и покупатели. Мы написали статьи, рассказали про акции, про скидки и разместили на этих 70 около тематических сайтов. И, возможно, вы не поверите, но через 4 месяца 50% всего трафика на сайт составили переходы именно с этих 70 сайтов. Конечно, из 5 удалили потом эту информацию, но именно из 65 этих сайтов давали 50% трафика на сайт. И, следовательно, продажи. Многим пользователям, как и в рекламе в телевизоре, нужно именно предложить какие-то вещи. У них есть интерес, но они не ищут эту поисковую систему. Им нужно это рассказать. Какая-нибудь строительная компания, директор сидит, обновляет форум, возможно, появится интересная информация. И, может, в зону его видимости попадет информация о вашем сайте, вы можете ему продать. Но он не идет в поиск и не ищет этого. Это средняя цифра, если использовать на нескольких проектах. В общем, что мы получили на основе анализа, когда мы используем все эти методы? Для некоторых мы используем только дополнительные оптимизации видео, оптимизации изображений и так далее. Но для нескольких проектов мы полностью все в комплексе использовали эти способы. И мы получили практически 40% рост трафика, который, в принципе, динамически развивается. Я считаю, что это все нужно внедрять, это все нужно делать, потому что это ваши деньги. Все, что вы недополучаете, вы, по сути, теряете. Я уверен в том, что топ-10, это не ограничено, есть куда расти. И расти можно будет со временем, появятся еще новые способы. Сейчас интегрируются социальные сети и так далее. И постоянно будут появляться новые дополнительные возможности привлечения целевого трафика. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, Евгений. Я вот уже вижу, есть вопросы к тебе. Пожалуйста, задавайте. Не стесняйтесь. Не стесняйтесь, задавайте вопросы, пожалуйста. Кто сам и сделает? Пожалуйста, задавайте вопросы. Да, пожалуйста. Спасибо за пример с продвижением. Мне очень интересно понимать, что статистику. Вы повинали, опять же, гордите. Это вот сборный вопрос до сих пор, но очень неоднозначный. Есть ли какая-нибудь статистика по продвижению с гордостьюками и продолжить эти порядки? Вот если, скажем, вы того же строительного сети, вот видите, у вас, например, в нашем видео, можете сказать, о чем было видео? Это было обучающее видео, или это было рассказано, о чем, как говорится, на логовом переключении, а там, или это было же все эти переключения? Спасибо за вопрос. Понял, а по поводу видео, да? Сайт это было, видео было обучающее, можно сказать, как настраивать, как делать. Для сайта, который занимается продажей керамогранита, было обычное видео, как его лошить, просто как его обрезать и так далее. Обычное видео, которое любой, в принципе, строитель готов посмотреть, потратить свои пару минут времени, для того, чтобы получить... То есть оно комплементарное было, да, к тематике сайта? То есть, если, скажем, я занимаюсь услугами укладки, я рассказываю плитки, и наоборот, если я продаю плитку, я рассказываю, как ее укладывать. Да, это дополнительная информация. Сайт продает керамогранит, но он рассказывает, как его... Но он его не укладывает? Нет, нет, нет. То есть, условно, все, я понял. А по картинкам есть ли какая-нибудь? По картинкам, на самом деле, если измерять конверсию, она вся на уровне погрешности. Потому что продаж, ну, получить в среднем, для таких сайтов просто собирается, например, тысяча трафика, после, например, строительной тематики, она собирается за 2-3 месяца. Мы отслеживали, сколько добавляют закладки. Тут все происходит по звонкам. Мы добавляли закладки в среднем, просто измеряли, сколько больше звонков было, но это как бы 1-2%. Уровень погрешности, возможно, просто даже социальных закладок или вот так. То есть, скажем так, это картинки, ну, скажем, лучше делать, чем не делать, да? Лучше делать, чем не делать, потому что видимость вашего сайта увеличивается значительно. Если человек уже был на вашем сайте, он хочет купить, он увидел картинку с вашего сайта, и в следующий раз он зайдет и купит именно у вас. А мне правильно кажется, что лучше видео продвигать, чем картинки? Лучше в своем месте продвигать картинки. Но видео, конечно, эффективно, особенно, если оно хороший монтаж, есть ссылки, все правильно оформлено. Спасибо большое. Добрый день, Дмитрий. Смотрите, вы сказали, что на сайтах где-то на дешевле будет предваряющего описания и характеристики, чем будет на сайт, на котором есть предваряющие вопросы, характеристики, и вы купите там, даже если за дороже. Почему вы так считаете? Вы можете у меня посмотреть на сайте, все подробно написано, и вернуться на форексовый сайт. Как Дмитрий будет сатем выступать после меня, он наверняка как раз знаком с этим, юзер-сторией, если было понятие. Юзер-стория – это история каждого пользователя, что он хочет сделать. Я ровняю по себе, представляю по себе, что часто действительно для меня важнее сервис, иногда уже деньги не имеют особого значения, потому что гарантия, доставка, эти условия. Я не хочу… У меня лояльность появляется в том магазине, который просто ответил мне на вопрос. Я знаю, что это классно, есть 50 ривен, но я уже не смотрю на эту цену, потому что действительно этот сайт ответил на мой вопрос, и мне кажется, что он во всем классный, они быстрее привезут, у них будет точно работать гарантия и так далее. Это просто вопрос лояльности. И лояльность очень легко заработать, если просто отвечать на все вопросы пользователей. Спасибо. Роман Бетгоцкий, студент ренд-маркетинга в ШАИТ, Горан Харьков. Жень, привет. Жень, какой вопрос? Там 70 формов было, кого размещали, что-то такое. Да, да, 70. Смотри, то есть, в зале есть темы, и там уже были какие-то ответы, да? Взбивали клиент, реакцировали на тему, здесь уже, наверное, элементы репутационного маркетинга, или вы добавили рекомендации, сами ввели эти темы, для того, чтобы темы жили и там уже возникли клиентов, уже для ваших клиентов и так далее. Спасибо вам за вопрос. Это были не только форумы, это были тематические порталы, тематические сайты и даже в нескольких случаях именно блоги. Мы это, можно сказать, сами мониторили, сами смотрели, клиент этим не занимался. Мы просто разместили и сами иногда смотрели. Но, честно вам скажу, люди не особо могут это комментировать. Они просто берут телефон в руки и звонят. Были, конечно, не активные комментарии, что это реклама или еще какое-то, но мы подобрали хорошую, интересную тему, когда действительно есть акции, есть скидки, есть интересная информация, которая полезна пользователям. И поэтому мы получили очень мало не активных отзывов. Но они бы были и будут в любом случае. А с не активными отзывами вы работали как-то? Именно в этой тематике нет. Ну, просто отвечали, иногда писали владельцу сайта, да, или что, например, ответить, потому что он написал на вас ваш конкурент, потому что сейчас конкуренция растет, да, не активные отзывы очень серьезно развиваются. Вот. И он просто готовил ответы, и все. Все. Тоже на уровне погрешности было пару вопросов, пару не активных отзывов, и они быстро убирались. Последний вопрос, пожалуйста. Задавайте, пожалуйста, вопрос. Вопросов больше нету. Давайте еще раз поблагодарим ей принять за адекватные вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова